Сделано в RedBarn Всем привет, это рефакторинг. Здесь мы изучаем саморазвитие на примерах из IT. Сознание похоже на программу, у него тоже есть баги, легаси, техдолг и лаги на старом железе. И конечно, сознание нужно рефакторить. Это называется психотерапия. Меня зовут Влад Новиков, я продакт менеджер из геймдева. В подкасте мы обсудим мышление и технологии. Генеральный спонсор сезона – Лига Ставок. На примере смены монолитной архитектуры на микросервисную мы поговорим о том, как превратить одно большое желание стать лучше в череду быстрых мелких задач, которые ты сможешь решать без перезагрузки, развиваясь и принося себе пользу. Сегодня у меня в гостях Елена Румянцева, семейный психолог и телесно-ориентированный психотерапевт. Лена, привет. Привет. Давай тогда начнем с небольших вводных со стороны IT. Погружу наших слушателей немножко в тему, что такое монолитная архитектура и зачем она вообще используется. Монолитная архитектура – это подход к разработке ПО, при котором все компоненты приложения объединены в единое целое. То есть логика такая, что пользовательский интерфейс, доступ к данным – все находится в одном приложении. Такой подход часто используется на начальных этапах разработки, когда нужно сделать MVP-продукт и посмотреть, рабочий ли это продукт в целом. Это проще сделать для небольшой команды. Здесь нет необходимости думать о разделении на какие-то отдельные сервисы, настройке коммуникации между ними и других сложных распределенных систем. Лена, как ты думаешь, как это вообще у нас ассоциируется с реальным миром, с человечеством, с психологией? И какие параллели можно провести? Ну, знаешь, у меня сразу две ассоциации. Первая вообще, что человек – это и есть монолитная система. Но мы рассматриваем его всегда с каких-то узких направлений. Но в целом человек, его целостность, его телесность, эмоциональность, когнитивные функции – это всё одна единая такая большая архитектура. Всё как-то работает, никто до конца не может разобраться, как оно так функционирует. И мы пытаемся понять, что-то становится яснее, что-то, наоборот, ещё запутаннее. Вот учёные бьются-бьются, но до конца так и не могут разгадать эту архитектуру целиком. И такие думают, боже, кто создатель этого всего? Кто этот великий проектировщик, который это сделал, что мы до сих пор не можем разобраться? Вторая ассоциация, которая мне пришла в голову как семейному терапевту – это то, что семья, как единый организм, – это тоже монолитная система. В ней есть свои законы, она как-то функционирует, что-то там происходит, иногда происходит то, чего мы не знаем, и нам кажется со стороны, что это что-то классное. Но если бы мы оказались не в подходящий момент в этой семье, мы бы увидели совершенно другое. Да, на фронте всё выглядит хорошо, на бэке всё не очень. Да-да-да, там костыли повсюду напиханы. Да-да. Классика, костыли используются не только в IT, костыли везде используются. Да-да-да. Ну, я, говоря костыли, имела в виду как раз-таки айтишное понятие. Я как бывший HR в IT немножечко, пока ещё говорю этим языком, нет-нет, да-да, но и заговорю. Ну, в целом, да, сложность построения системы человека, его психологии, мне кажется, ещё можно провести параллель с тем, как человек растёт и развивается. В начале ребёнок такой, вот у него мало что ему нужно, у него мало что завязано, он мало о чём думает, поэтому это такой MVP-продукт, мы на него смотрим со стороны, радуемся, что он у нас есть. И чем больше он развивается, тем сложнее появляются системы. Также у нас и в монолитной архитектуре, что чем сложнее становится проект, тем больше возникает всяких проблем. Это и сложность изменения этой архитектуры, и трудности в масштабировании, и диплой у него долгий, пересборка, развертывание, всё это. То есть проблемы развиваются, накапливаются. Можно и с такого ракурса посмотреть, ты прав. Как ты думаешь, какие части вот этой монолитной системы можно отделить и развивать их по очереди, по отдельности касательно человека? Ну, тут всё просто. Можно развивать своё тело, например, вообще не развивая мозги. И я думаю, ты видел такие примеры неоднократно. Или в обратную сторону, когда люди развивают свой мозг, но абсолютно забывают про то, что тело, наши мышцы пока ещё не эволюционировали настолько, чтобы поддерживать себя и не атрофироваться. Когда мы, например, мало двигаемся, наше тело вообще изначально было создано для того, чтобы бегать и иметь определённую физическую нагрузку. Кроме того, учитывая, я не знаю, как жили люди там 300-400 лет назад, мы не можем этого утверждать с точки зрения эмоционального интеллекта. Сегодня, например, большинство людей знают, что это что-то, что нужно развивать, и желательно этим заниматься с детства. Конечно, если кто-то опоздал, то ничего страшного можно и во взрослом возрасте эту науку освоить, но будет сложней. Как и всё во взрослом возрасте. Да. Чем дальше, тем тяжелее входить во что-то новое. Наш выпуск называется «Для успешного саморазвития разбей свой монолит на микросервисы». Поэтому давай, наверное, немножко затронем как раз-таки, что же такое микросервисы, для чего они нам вообще нужны. Со стороны IT это такой архитектурный стиль, при котором приложение состоит из набора небольших автономных сервисов. И каждый сервис отвечает за какую-то конкретную функцию, взаимодействует с другими через чётко определённый интерфейс. Обычно это IP-шки. Как ты думаешь, как можно правильно выделить, какие микросервисы в твоей жизни тебе понадобятся, с какими можно взаимодействовать и как правильно это взаимодействие наладить? Ну вот тоже возвращаясь к моим ассоциациям, если мы смотрим на человека как на монолитную систему, то, например, медицина смотрит как на эти самые микросервисы. У нас есть терапевт, который лечит одни болезни, окулист, который лечит другие болезни и так далее. То есть мы как бы разделяем одно целое на какие-то части и с ними работаем. То же самое можно взять с психологией. Есть задачи, которые могут решиться только консультативными какими-то вопросами, то есть просто поговорить. А есть вещи, которые без психиатра уже, например, не решить без медикаментозной поддержки. Что ещё? Возвращаясь к моим ассоциациям. Ну и с телом точно так же работать. Если брать тот же самый фитнес, то мы всегда будем работать с разных ракурсов. И с точки зрения силы, и с точки зрения выносливости. Разные компоненты будут добавляться или убавляться. Если брать твою ассоциацию, которую ты проговорил, взросление человека, какие тут могут быть микросервисы, то, наверное, я бы выделила отдельным микросервисом это вообще понимание того, какой я в разном своём возрасте, какие нормы возрастных этапов. Чего здесь от себя требовать, а чего от себя не требовать. Чего взрослым требовать от этого человека растущего, а чего не требовать. И, соответственно, тогда, возможно, мы заложим какой-то базис адекватного взрослого. Но не гарантия, опять же, к сожалению. Можно посмотреть и вот с какого ракурса, что микросервисами, например, если мы берём только психику, будет разделение на конкретно моё мышление, как оно работает, моё внимание, другие какие-то когнитивные функции, которые мы используем в обучении и в работе. Там моя самооценка, моё настроение и эмоциональное состояние, как оно работает, как им управлять, мои отношения с разными людьми, в том числе с самим собой. Можно и так разделить на такие микросервисы. Хорошо, понял тебя. Слушай, а как насчёт семьи? Ты в начале выпуска говорила, что семья — это тоже монолит, который можно разбить на микросервисы. Как ты думаешь, как в этом случае? Вот тут у меня прям пришла чёткая картинка, когда в семье есть какие-то проблемы, и они целой семьёй не идут на психотерапию, а идёт кто-то один в надежде, что все остальные сейчас либо исправятся, либо у него найдутся способы их исправить. Вот это и будет, получается, микросервисом. Один работает, но всю систему за раз поменять не получится. Ну это как раз-таки, да, проблемы перехода от монолитной архитектуры к микросервисной, особенно когда монолитная архитектура уже достаточно сильно развилась, изначально не закладывалось то, что будет разделение на микросервисы. Переход вот этот постепенно, он достаточно сложный, я думаю, и в плане семьи, и в плане личного какого-то развития. Это тоже достаточно такой трудоёмкий процесс. Да, да, абсолютно. Любой процесс, связанный с психикой, он трудоёмкий, потому что невозможно научить себя чему-то, просто хлопнув в ладоши. А если это какая-то привычная модель поведения, которую всегда использовали? Да, да. Тут, наверное, знаешь, можно сравнить с каким-нибудь алгоритмом, да, если прописан определённый алгоритм работы программы, то ты не можешь его взять и просто так поменять. Тебе сначала нужно понять, на что повлияют эти изменения, как они там сработают, даст это нужный результат или не даст нужный результат. А с человеческим мозгом ещё сложнее, да, мы вообще не всегда знаем, к какому результату движемся. Иногда кажется, что мы всё понимаем, а на самом деле нет. Да, согласен. У меня вот возникло такой вопрос, наверное, когда вы ещё не дошли до состояния семьи, когда вы ещё только начали встречаться, формируете вот вашу ячейку, и кто-то начинает вести себя вот как монолит, и он такой, так, я полноценный, сформированный человек. Поглощаю эти микросервисы в себя. Да. Ко мне ты можешь обращаться через REST API, максимум я тебе какую-то информацию отдам, и на этом всё. Как ты думаешь, вот с таким монолитом что можно сделать? Зависит от того, насколько этот человек дорог, во-первых. Во-вторых, насколько этот человек понимает, что у другого тоже есть чувства. Если не очень понимает, то бежать. Прям собраться и в обратном направлении. Не разбирая дороги, убегаем. А если человек дорог и как-то готов прислушиваться к обратной связи, тогда, наверное, можно что-то перестроить. Угу. Согласен. Как со сложной системой, которую раздули, и менять не хотят, и такие, ну, он уже так работает. Да. Работает, не трогай. Зачем нам придумать велосипед? Футтех, финтех, медтех, агротех и прочие-прочие тех. Технологии проникают даже в сферы без инновационного имиджа. Например, в спорт. Так, искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью спортивной индустрии, и его роль усиливается. А значит, растущий рынок спортивных технологий нуждается в разработчиках, аналитиках, тестировщиках и других IT-специалистах. О том, как спорт становится современным и какие цифровые продукты меняют правила игры, поговорим в партнерской рубрике «Ставка сыграла». Мы делаем ее вместе с Лигой ставок. В профессиональном футболе наушники и GPS-трекеры с сенсорами мониторят биометрические данные игроков. Пульс, скорость, активность и расстояние, пройденное за матч. Эти данные помогают тренерам оптимизировать тренировки, предотвращать переутомление и уменьшать риск травм. А получая данные в реальном времени, руководство команды может менять тактику прямо во время игры. Мы извлекаем данные и анализируем их программы. Затем мы сравниваем данные с целями, которые ставили перед тренировкой, и видим, как прошла тренировка и в какой форме игрок, говорит Карлос Альберто Круз, один из тренеров мадридского Реала. Данные не предскажут травму, но помогут оценивать и контролировать как игру, так и тренировки. В многомиллиардной индустрии это критически важно. Хотите развивать российские спортивные технологии? Присоединяйтесь к команде Лиги ставок. Это федеральная финтехкомпания, которая ведет букмекерский бизнес, поддерживает национальный спорт и развивает сферу спортивных развлечений. Каждый день команда Лиги ставок меняет мир беттинга и бизнеса и делает спорт технологичнее. В Лиге ставок вы будете работать над интересным и сложным продуктом. Команда настраивает маркетинговые механики и непрерывно работает с клиентской базой, глубоко погружаясь в данные и CGM-аналитику. Узнайте больше о карьере в Лиге ставок по ссылкам в описании к этому выпуску. Ну смотри, в IT-сфере сейчас такая у нас тенденция такая, что мы от монолитных систем достаточно быстро уходим, стараемся перейти на микросервисную архитектуру. Очень много и внутри компаний делается отделов, которые отдельно могут заниматься какими-то сервисами, микросервисами, которые будут подключаться к основному продукту. Как ты думаешь, в долгосрочной перспективе, если рассматривать именно человеческие взаимоотношения, когда ты в своей жизни монолитно и начинаешь выделять какие-то микросервисы, насколько это полезно будет тебе, когда ты выделяешь прям отдельные части жизни на вот такой маленький микросервис? Или это всё-таки распыление внимания? Нет, это в любом случае, мне кажется, будет полезным, когда что-то структурируется. Здесь, наверное, будет больше границ тогда. Какая у меня сейчас мысль пришла первая в голову к тому, что ты спрашиваешь? Если я, например, выделяю своё хобби как важную часть своей жизни и собираюсь в ней, не знаю, как-то развиваться, развиваться, какие-то определённые результаты достигать, то мне нужно перестроить уже устоявшуюся монолитную систему моей жизни так, чтобы это было возможно. И где-то что-то подвигать. Или, например, наоборот, я в работе хочу вырасти, у меня есть амбиции, я хочу там карьерного роста, и, соответственно, я тоже буду как-то сдвигать эти вещи. В отношениях, если брать просто парные отношения, то пара, например, на моём примере практики, каждая пара, когда приходит в кабинет, у них у всех разные запросы. Даже если они звучат одинаково из серии, мы хотим меньше ссориться. За фасадом этого запроса всегда стоит что-то более тонкое. Например, конкретно «мы не можем понять эмоции друг друга» или «мы всё время орём, но не выходим на конструктивный диалог». И это всё сводится к одному вроде бы запросов, но это про разные. И задачи разные мы тогда тоже выделяем определённые направления, на котором сосредотачиваемся и над ним и работаем. И определённые навыки отрабатываем, привыкая к новым способам взаимодействия друг с другом. Так что да, мне кажется, это в любом случае полезно, потому что когда ты большая неповоротливая махина, никаких изменений произойти и не может. Они как зашли, так и вышли, не прощаясь по-английски. Я бы даже сказала, монолитные отношения, они всегда скорее закрыты к изменениям, чем открыты. То есть там изменений нет никогда, ни за что, ни при каких условиях, только если смерть разлучит нас. Когда приходят два монолита, пытаются сделать один сервис, с помощью которого будут обмениваться информацией, которые будут удовлетворять и первый, и второй монолит. Да-да-да, это примерно ты описал мою работу. Это ты для них становишься этим маленьким микросервисом с айпишкой, который пытается понять оба монолита и найти что-то общее. Да-да-да, ещё интегрировать там, что там вообще, с чем можно связать. Но иногда, безусловно, накладываются слишком большие ожидания на меня, и мне приходится возвращать людям и говорить, сори, это ваши отношения, а не мои. Я с вами всего лишь час двадцать раз в неделю, а вы друг с другом 24 на 7, 365. Так что на этот микросервис не надо возлагать таких гигантских надежд. Да, я вот ещё сейчас подумал о такой интересной вещи, если рассматривать человека, который вот растёт, развивается, и не менялся там, себе ничем особо не занимался, никаких увлечений у него нет. Почему для таких людей достаточно тяжело что-то новое начинать? Это вот как раз-таки масштабируемость монолитной архитектуры. То есть ему в целом себя тяжело поменять, потому что у него нет вот этих каких-то маленьких рычажков, с помощью которых он может хотя бы начать. Согласна. И кроме того, что нет рычажков, нет и понимания, с какого боку вообще можно подступиться. Кстати, многие клиенты, которые впервые приходят, они так и говорят, я вроде понимаю, что хочу что-то изменить, но что именно? И как? С какого боку? Не понимаю. Тогда тоже получается, что мне приходится в его же собственной голове разделять какие-то представления, убеждения, желания. Там всё так слеплено в один большой пельмень приходится раскладывать. Слушай, ну это сложно. Если говорить о программном обеспечении, там достаточно понятно, как этот процесс происходит, как это всё декомпозировать, ты посмотрел на этот сервис целиком, декомпозировал какую-то отдельную часть, провёл какую-то аналитику по этому вопросу, настроил взаимодействие, потестировал, всё, впрод. А как поступать вот в плане психологии? Вот я хочу начать что-то новое, но не знаю, как поступить к этому. Или хочу что-то в своей жизни кардинально поменять, да? Вот я там всю жизнь работал HR-ом, к примеру, раз, хочу пойти на геймдизайн. Всё, я люблю в игры играть, хочу в геймдизайнера уйти. И как к этому подступиться, и страшно, и не знаешь, как начать, как тут поступать. Ну это ты прям, знаешь, хороший пример привёл, когда ты уже знаешь, что ты хочешь именно в геймдизайн. Да, будем знать, что верхний уровень, его аналитику я первую провёл, нашёл, куда мне нужно идти. Но не уверен, что прямо именно туда. Да, то есть ты хотя бы понимаешь, в какое направление ты хочешь двигаться, соответственно, у тебя есть возможность найти шаги к тому, как к этому прийти, да? То есть самое элементарное, там, изучить рынок, где этому обучают, что почитать, что прокачать, с кем, может быть, пойти встретиться и обсудить его опыт, чтобы принять какое-то взвешенное решение, да, нет, в какую тусовку затесаться и так далее. Ну то есть это прям хороший пример. А пример, когда человек приходит и говорит, да блин, у меня вроде в жизни всё неплохо, но мне не нравится. А что конкретно тебе не нравится? А я не знаю, что мне конкретно не нравится. Вот это уже сложнее. Но по сути, то, как ты описал, да, там ровно такая же работа за счёт того, что я слушаю и начинаю докапываться к определённым словам, к определённым реакциям. За счёт этого я декомпозирую для человека какие-то моменты, потом мы вместе это всё анализируем, потом я ему предлагаю какой-нибудь новый механизм строить. Ну как предлагаю, конечно, не своими руками, а там, а если мы попробуем вот так, или а как ты хочешь, а я хочу вот так-то, ну попробуй так-то. Попробовал так-то, считай, вот протестировал, либо сработало, либо не сработало. Не сработало, значит идём дальше, двигаемся дальше. Примерно так это и работает. Просто у вас целая команда, а у нас один воин в поле. Тоже верно, тоже верно. Но тут не всегда обычно, ну необычно, могут происходить и такие ситуации, когда, слушай, да нам вот эту вот часть надо как-то выделить отдельно, в микросервис увезти, чтобы оно там считалось, и мы этим уже не парились. Давай сделай-ка, подумай над этим. Всё, иди, через две недели расскажешь успехи. Да. Такое тоже случается, к сожалению. Согласна, да, так тоже может быть. Я ещё, знаешь, сейчас подумала про, если само устройство психики взять, то наши психологические защиты, это, наверное, тоже, пожалуй, микросервисы, которые такие, о, это событие нам надо забыть, вытесняем. А тут мы будем защищаться, а тут мы будем ещё что-нибудь расщепляться. Ну в целом, да, это ж у нас при взрослении человека так или иначе у нас какой-то опыт накапливается, который как отдельный микросервис себя в принципе и функционирует, только на разные направления. Не трогай плиту, обожжёшь руку или там не встречаясь с этим человеком, потому что, знаешь, как с абьюзерами встречаться и во что это потом выливается. Да, примерно так. Слушай, тогда приведи мне пример конкретного какого-то продукта, достаточно известного. Который использует микросервисную архитектуру? Вот интересный момент. У нас на моей работе, на которой я проводил достаточно большое количество времени, также сформировалась в какой-то момент потребность вынести в отдельный микросервис часть функционала. У нас был подбор соперников, чтобы одному игроку правильный соперник подобрался такой же сильный, такой же вовлечённый в игру, чтобы было интересно с этим соперником потом взаимодействовать в каком-то соревновании. И вот мы выделили подбор соперников в отдельный микросервис. То есть сам бой не поменялся, не поменялся функционал, но алгоритм подбора, который даже не виден игроку, мы вот немного поменяли, скорректировали и увидели, что показатели стали лучше, часть игроков стала более активно играть, потому что появился больше интерес. Есть ли что-то такое, вот такие маленькие, очень тонкие, наверное, нюансы, которые можно выделить, которые могут сильно поменять на твоё мироощущение, к примеру, или на то, как ты ведёшь себя в обществе? Ну вот даже на этом примере, который ты сейчас привёл, у меня первая ассоциация — это про наши какие-то самые обычные человеческие привычки. Мы их делаем абсолютно механически. Мы не замечаем, как мы кушаем, мы не замечаем, как мы отдыхаем или думаем, что отдыхаем, а на самом деле в этот момент не отдыхаем ни капельки. Мы даже элементарно не замечаем своих ощущений в процессе, например, таких обычных вещей, как помыться и почистить зубы. И представь себе, если захочется поменять, увеличить свою чувствительность и начать на это обращать внимание, начать обращать внимание на то, как я дышу. И вдруг неожиданно начнёт раскрываться, что оказывается в какие-то моменты у меня есть эмоции, в какие-то моменты у меня есть интересные ощущения. То есть я вроде бы просто стою, чищу зубы, а у меня там целая вселенная внутри развернулась. Это каждое утро. Да-да-да. И с этим можно тоже работать. Ну то есть этот материал можно использовать для того, чтобы что-то менять в себе. По такому же принципу работает как раз-таки наработка любого нового навыка или любой полезной привычки. Почему её рекомендуют повторять, вот просто тупо повторять, 40 дней не меньше? Потому что за это время новая нейронная связь сформировалась, потом она покрылась, через 21 день она покрылась миелиновой оболочкой, тогда она стала прочной, и для тебя это стало легко. Всё, что до 40 дней, легко слить. Потому что типа, о, это изменение, господи, нет. Можно я завтра начну? И так до бесконечности будет это завтра, 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 завтра. Вот мне кажется, что это очень похоже, когда ты в целом можно ничего не менять, но ты такой, мм, хочу по утрам 20 минут выделять на чтение полезной литературы или художественной, неважно. И вот это и будет такой микросервис, который должен улучшать мои показатели, в чём ты хочешь, просто расслаблять или наоборот знакомить с какими-то материалами, которые ты не успеваешь в рабочее время почитать, а они тебе очень нужны, например, либо для разработки, либо просто в твоей карьере, что, собственно, тоже норма для вашей и для нашей сферы. Если ты ничего не читаешь, не изучаешь последние тенденции, всё, ты как бы там в конце поезда. Да, если ты стоишь на месте, то ты движешься назад, классическое. Да, к сожалению. Ты ещё сейчас сказала про то, что наш мозг сопротивляется чему-то новому. Да. Я подумал, что вот на работе у меня тоже возникали ситуации, когда ты приходишь с какой-то идеей, и вот на бумаге идея звучит хорошо, но все ей будут сопротивляться. То есть ты знаешь, что если сделать вот так, станет работать там получше или какой-то процесс улучшится. Но сопротивляются абсолютно все. Да. Причём если ты её внедряешь как будто бы аж насильно, то всё начинает работать лучше, и ты такой, ну вот. И все такие, ну да, согласен. Ну а сначала всем нужно пройти через сопротивление, побухтеть, сказать, да ну нафиг, ну жили же как-то без этого. И вот это вот всё. Да, у нас мозг — это наш фаундер, который всё время сопротивляется чему-то новому. Он не просто так сопротивляется, а чтобы было понятно, наш мозг забирает больше, по-моему, 80% энергоресурсов на свою работу. Да, да. То есть если мы возьмём на примере там просто железо технического, да, то что самое такое жрёт? Это как раз таки процессор, который обрабатывает всё происходящее, все там запросы и всё прочее. И наш мозг работает ровно так же. Ему нужно отслеживать кучу всего в один момент времени, распределять работу гормонов, желательно делать это правильно, без ошибок и без сбоев, иначе всё полетит, тело рассыпется быстрее, чем нужно было. А ещё нужно как-то координировать это тело в воздухе, в пространстве, чтобы оно действовало, чтобы оно достигало каких-то целей. Ну то есть это правда очень трудоёмкие задачи, и у нашего мозга есть очень простое, ну то есть как бы всё, что можно упростить, он упростит. Даже если это звучит странно, даже если это какая-то дурацкая привычка, которую, ну как бы разбираешь и понимаешь, да, не упрощает она мне жизнь никак, она только усложняет всё. Нет, там была какая-то своя логика, просто ты её не понял. В процессе ты просто не знал, что это упрощает твою жизнь. Он просто как бы сжимает, зипы делает, короче говоря, из файлов, и складывает такое, ой, это надо попроще, надо попроще, чтобы мы не затрачивали слишком много энергии. И когда мы пытаемся эти какие-либо изменения внедрить в мозг, такой, о боже, ну началось в кавхозе утро, доставай вот эти архивные файлы, пересматривай. Ой, можно без этого, пожалуйста, давайте не будем. Естественно, происходит сопротивление, это нормально. Да, это как обратиться к старому легоси-коду, который кто-то до тебя написал, там программист, который уже 20 лет назад с компанией ушёл, и ты вот это пытаешься там разобраться, и лучше не трогать. Это, знаешь, из примеров, когда там кто-то говорит, что, а ты в курсе, что как бы ты не смотрел на мир, что вот твои глаза нос видят всегда. И ты начинаешь сфокусироваться на этом, такой, блин, я правда вижу нос. И потом ещё полдня ходишь, видишь этот нос дурацкий, который полэкрана закрывает, тебе ничего не видно. И ты думаешь, да почему, зачем я сюда залез, зачем я погрузился в эту тему вообще. Так же со старым, со старым легоси, вот старый микросервис кто-то сделал до тебя. Вот это, наверное, да, это то, что из серии работает, не трогай, тут, наверное, подойдёт. Да, но в нашем случае не очень подходит. Почему? В общем, к чему я клоню? К тому, что мы рано или поздно, психологи, да, психотерапевты, рано или поздно мы спрашиваем всё-таки, там, допустим, человек говорит, вот я всегда там обижаюсь вот на такие-то события. И рано или поздно возникнет вопрос, а когда это началось? Или с кем чаще всего ты это чувствовал? Там возникнут разработчики на фоне, которые мама и папа. Да. Либо та семейная система, в которой человек рос. Может быть, это не мама и папа, а бабушка и дедушка, с которыми человек воспитывался. И то, как они смотрели на мир, то, как они рассказывали ребёнку, что в жизни важно, что в жизни не важно, чего делать, чего не делать, как они реагировали на его какие-то поступки. Это же записалось в памяти, и мозг продолжает по инерции с этим работать. И как бы бывает такое, что все смотрят и думают, блин, человек 35, а он себя ведёт как пятилетка. И он сам не может объяснить себе, почему он себя так ведёт. А иногда и думает, а это нормальное поведение. Потом оказывается, что не очень. И как-то приходится с этим работать и это менять. И это тоже занимает большое количество времени, потому что привыкнуть к новому реагированию вообще сложно. Да, согласен. Лен, ну, спасибо большое за обсуждение такой интересной темы. Спасибо, что сегодня присоединилась к нам. Это был подкаст Refactoring. Берегите свой софт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok